Добрый день! Сегодня у нас такая вот большая коробочка без опознавательных знаков Маденчайна. Единственное, что здесь написано. Сразу открываем и видим вот такой вот чудо-юдо не обклеенный. Извлекаем. Внутри нас ожидают еще стикеры. Коробочка больше не пригодится. И что здесь есть? Можно сразу вынуть из пакетика. Смотрим мы на этот главоломк. Понимаем, что это что-то типа Мегаминкса, но нет. Это ничто иное, как Сейба Куб в форме Мегаминкса. Если мы посмотрим на наклеечки, которые здесь в комплекте. Я не очень люблю обклеивать, поэтому мы сейчас сначала запишем, а остальное когда-нибудь потом. Когда я либо сам смогу, либо какого-нибудь заставлю это все обклеить. Вот мы здесь видим инициалы AJ. Это известный дизайнер. Известен он тем, что сделал Сейба Бомбокс Куб. 12 цветов. Причем с белой стороной. Головоломка из неокрашенного пластика и сторона здесь белой. Иногда делаю черную. И я, возможно, попробую это сделать сам, поскольку здесь есть вот эта вот переводная пленочка. Ни разу не пользовался. Возможно, пришло время. Как только я головоломку отклею, я вернусь более подробным обзором. В этом же видео, сейчас вы это наверное увидите. А так, не оклеенное, оно вращается вот таким образом. Ну, то есть как ReadyCube в форме Megaminx, а только двухслойный. Ну, а теперь обклеенный. И вот, прошла неделя. Наша головоломка уже со стикерами. И я подготовил еще несколько похожих. Ну, во-первых, это, собственно, Цейба Бомбакс Куб или Дина Куб 4х4, как его еще называют. Мозаик Куб, аналог Цейба Бомбакса. И Ради Куб от Yuxin. И Ради Минкс. Он тут тоже не зря. Вспомним, что изначально был головоломки типа Ради. Потом Мозаик, к которому добавились слои. А потом уже и Цейба Бомбакс, у которого помимо слоев еще добавился вот этот маленький элемент. И уголок стал вращаться. Цейба Мегаминкс или Курви Дина Мегаминкс тоже обладает похожим свойством. Но только маленький уголок здесь не вращается. Здесь вот такое вращение, как бы три элемента. А здесь всего лишь два. На самом деле правильно, этот маленький уголок было бы совсем неудобно вращать. Поэтому даже хорошо, что сделали его невращаемым. Но опять же обращу внимание, что у Цейба Бомбакса есть маленький элемент, которого нет на Мозаик Кубе, здесь пустота. И такой же есть на Мегаминксе, что заставляет нас ориентировать углы более строго. По сути это получился Ради Минкс, у которого четыре слоя и нужно ориентировать уголки. Не будь вот этого маленького желтого элемента, то было бы наверное собирать чуть проще. Но с ним тоже неплохо. Напомню, Ради Минкс это от компании Мой из серии Мей Лонг и если вы умеете собирать Ради Минкс, то это вам легко поддастся. Я уже успел разобрать и собрать. Стикеры мне пришлось клеить самостоятельно, жена в это время была на море, а мне не захотелось ждать ее возвращения. Поэтому я потратил наверное целый день, естественно с перерывами, чтобы это все обклеить. Да, я в первой части показывал, что здесь есть переводная пленка, но наклейки оказались настолько хороши, вернее так крепко приклеивались, что пленочка это не помогла. То есть в чем суть? Мы берем листик с наклейками, приклеиваем переводную пленочку, снимаем и наклейки даже на этой пленочке остаться. И мы их прикладываем к головоломке. Так вот, к основанию эти стикеры приклеены были так сильно, что пленочка захватывает максимум один стикер у меня. И я посчитал, что проще вручную, из-за чего здесь очень много чего криво. Ну, что ж, теперь дело сделано. И что можно сказать о самой головоломке? Она, естественно, не сложная. То есть собирается интуитивно, пиф-пафами, трудности только наверху, но они точно такие же, как у Рэдди Минкса. То есть надо немножко поориентировать вот эти реберные элементы, прежде чем расставить их по своим местам. А так вращается неплохо. Пока здесь всего лишь одна сборка, но особых проблем не было. Вот эти вот слои, где много элементов, вращаются получше. Маленькие уголки вращаются похуже, причем иногда прям крепко застревают. Ну, я думаю, со временем это разрабатывается. Ничем пока не смазывал, но, возможно, стоило бы. По сути, давайте помешаем немножко, а может быть и множко. Перемешивается вполне приятно. Это не вам, не кловер головоломки, которые перемешивать трудно. Единственное, вот трудность вот с этими маленькими уголочками. Но, опять же, наклейки так хорошо сидят. Не очень ровно, потому что клеил я, но очень крепко. За достаточно длинную сборку ничего нигде не отклеилось. Качественные стикеры. Производитель молодец. Ну, вот как-то вот так. Если помешать. Вот, примерно такое получается. И понятно, что собирать здесь можно как Ready, как Mosaic Cube. Все в этом духе. Ничего нового. Собираем. Ну, давайте, хоть оно не полностью перемешано. Если начинать с белой грани. С белой грани. То надо изначально выставить правильно уголки. Причем вот с этими элементами. Чтобы не случилось такого, что, к примеру, вот так вот. Вот у нас здесь все стоит. Мы доставляем сюда белые ребра. А вот этот красный элемент остается. И чтобы его потом вставить туда. Придется что-то разрушать. Поэтому лучше сразу все это вместе собрать. Где-то на стороне собирать ребра. К примеру, вот белое-красное. Вот, и транспортировать это ребро сюда. Причем, вот если мы с этой стороны погоним ребро, то оно встанет на свое место хорошо. Это вполне видно. Но при перемешивании мы можем его куда-то затащить подальше. И пробовать заводить с этой стороны. Ну, как на Redimix. И тогда у нас получится ситуация, которая невозможна на кубических аналогах Redi. То, что ребро стоит на своем месте и перевернуто. То есть, на Redi это невозможно. Да и на Mosaic тоже. Да и на Cable Bombux. Но, возможно, это на Redimix. Почему? Потому что здесь все-таки пять сторон. И опять же, вот возьмем вот это бело-красное ребро. Прогоним вот так вот по кругу. И загоним с этой стороны. И оно встанет вот так вот флипнутым. Единственная трудность при сборке. За исключением верхнего слоя. То есть, просто если становится вот так. Надо, значит, извлечь. И попробовать загонять с другой стороны. Как-то так. Но при этом тут разрушал. Да. Как-то вот так. Все точно такие же принципы. И используются здесь. Просто элементов больше. Они разбросаны по разным граням. Грани здесь 12, а не 6. Собирать интереснее. По итогу, это оказалось не очень сложная головоломка. Она больше для такой медитативной сборки. То есть, не очень сложно. Приятно покрутить. То есть, это вращение вполне удобное. От этого бренда. Логотипчик IJ. И вот такой вот еще. Недавно была в продаже еще Bulginia. Но не как от MF8. А с уголками. Я уже почти ее купил. Как вдруг она оказалась уже не в наличии. Вот жду, что появится. Куплю обязательно. Если появится. Не за что меня утешает. То, что она была в наличии в красном пластике. А это частенько у фирм как тестовая модель. Соответственно, вскоре, возможно, будут и в нормальных цветах. Более привычных. То есть, вот не окрашенный, либо черный. Вот этот Curvy Dinamiga Minus, по идее, был доступен в праймере пластики и в черном. Но в черном я в наличии не видел. Возможно, разобрали сразу. А в праймере вот я купил. Но буквально следом тоже из наличия пропал. Возможно, производители AJ выпускают не такие большие партии. Но я очень надеюсь, что Болгинея вернется в продажу, если у нее там нет никаких проблем по технической части. Потому что Атомы 8 собирать совсем не хочется. Но от AJ Болгинея будет с уголками, что значительно усложнит сборку. Мне так кажется. Болгинея, напомню, это аналог Рекс Куба в форме Додекаэдра. Вот Рекс Куб, вот Болгинея. Вот AJ будет здесь еще уголочки. Да, Болгинея так и не собрано. Все, не хватает у меня терпения, потому что вращение ужасное. Совершенно. Наклейки здесь гораздо хуже, чем на этом Додекаэдре. В итоге, это коллекционная головоломка. Подойдет, наверное, практически всем. Даже если вы не умели собирать Кубик Рубика обычный 3х3, эти знания здесь, в принципе, и не нужны. Достаточно вреди. Потому что пиф-пафы. Да, в принципе, научиться их делать тоже можно интуитивно. Несложная головоломка, достаточно приятная. Если удастся где-то вам ее найти, она не настолько дорога, чтобы не позволить ее себе. Если, конечно, вас интересуют подобные. Единственное, поставляется не оклеенной. Ну, возможно, где-то будет продаваться и со стикерами. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.